Добрый день, мои зрители, вы на спортивно-игровом канале Vabon Games. Вы знаете, я один из немногих ютуберов, который обозревает Pro Evolution Soccer. И сегодня, друзья, появилась демо-версия этой игры. В последнее время разгорелись жаркие споры, что же лучше, Pro Evolution или FIFA. И я, конечно же, друзья, в данном видео хочу вам показать, какие плюсы есть у Pro Evolution Soccer и почему она, возможно, лучше FIFA. Ну а выбор, конечно же, в любом случае делать вам, во что играть. Я лично в этом сезоне буду играть и в то, и в другое. Я вам обещал это. Мы знаем, что здесь лицензионная Барселона с лицензионным Camp Nou. И на мне, друзья, кепочка, которую Леха мне привез именно с этого стадиона. Совсем недавно он был на матче Барсы в Ла Лиге. И вот такой презент. Спасибо Лехе. В этой версии мы с вами посмотрели, как играть в PES в сетевых режимах. Ну а здесь мы посмотрим, какие вообще режимы будут нам предоставляться. Я так думаю, нам Pro Evolution сейчас даст эту возможность посмотреть на меню, посмотреть на оформление и, конечно же, оценить более графически, как круто будет выглядеть данная игра. Сыграйте одиночный матч, его данные не сохраняются. И рейтинг Марадоны 83 предварительный заказ. Кстати, обратим внимание, что рейтинг Марадоны в PES ниже, чем в FIFA. Товарищки матч и кооперативный режим. И все. Это все возможности. Смотрим, какие клубы нам доступны. Барселона, Доркмунд, Ливерпуль, Интер. Это все лицензионные клубы, естественно. Ну и поехали Коринтианс, Фламенго, Бока Хуниорс, Риверплейк. Ну и есть сборная Аргентины, Бразилия, Германия. Мы уже решили, что Барселона нам интересна. И давайте, наверное, Ливерпуль. Тут еще есть Каутинио, но он пока никуда не ушел. Ну а здесь еще есть Неймар. Ну это мы знаем. Обновление, обновление. Поздно в Канаме происходят. Так, ну вот, друзья. Посмотрите, как это выглядит. Вот я написал в первом своем взгляде, что это невероятно красивая игра. И она вот тут же нам это подтверждает. Я не знаю, друзья. Вот если честно, визуально вот эти заставки в ПЭС всегда выглядели лучше, чем в ФИФЕ. Глаз постоянно радуется, смотря на эту картинку. Гимн, естественно, Барселоны. Я лично, друзья, был на этом стадионе. Не был, к сожалению, на футбольном матче. Но это действительно очень круто. Там чувствуется атмосфера футбольная. Но вот послушать этот гимн было бы круто. Завидую Лехе белой завистью. Хоть вы и знаете, я Барселону не очень люблю. Так, ну что ж. Графика класс. Лица прорисовки класс. Невероятно похожи футболисты. Вот эти вот движения, вот эти аплодисменты трибуна. Мне все нравится, друзья. Графически, конечно, в ФИФЕ будет, наверное, получше. Выходы вот этих игроков, которые новые. Мы вообще про ФИФУ уже достаточно много знаем. И мало знаем про Pro Evolution Soccer. Потому что, ну, не такую масштабную рекламную кампанию проводят Konami, в отличие от ФИФЫ. Перформанс классный, кстати, на стадионе. Не обратили внимания. 12 номер. Болельщики всегда в Каталонии. Это 12 номер. Я специально ничего не выключаю, чтобы насладиться классной картинкой. Посмотрите, Неймар как разминается, да? Очень круто. Ой-ой-ой, как прикольно стала выглядеть картинка, друзья. В бета-версии, в сетевом режиме, игра оказалась достаточно медленной. Вот сейчас я этого не вижу. Возможно, против компьютера игра просто быстрее работает. Сейчас она намного приятнее. Намного приятнее, чем была в бетке. Неужели Konami поработали над всем этим? Так, удар дальний, но не точно. Ну, я тут немножко с разворота ударил. Писали, что медленно мяч двигается в этой версии. Ну, вот не знаю, друзья, какой момент надо забивать. Да ладно! И еще один удар! А вот это вот, вот это вот неправда. Так, празднование. Я не успел. Я не успел праздновать, потому что, ну ладно, Месси отпразднует, как и положено ему. Классно, 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 друзья. Очень, очень круто выглядит. Но гол, вот мы сейчас с вами на повторе его разберем. Красиво. Очень красиво все выглядит. Вот я просто смотрю на болельщиков трибуны. Вот фокус камера как берет. Ну, невероятно круто. Мне очень нравится, как выглядит проэволюшн. Ну, вот смотрите на гол. Ну, как так мяч мог отскочить? Это просто нереально. Это нереальный отскок. Смотрим еще раз. Неймар здесь сделает прострел. Не стал бить в касание Суарес. И вот, смотрите. Ну, да это просто. У него вот так стояли ладони. И мяч резко отскакивает в сторону. Вот, Канами, услышьте меня. Над этим нужно работать. Это нужно исправлять. Потому что вот такие. Там, ну, там просто невероятный был отскок. Это самый нереальный отскок, который мог быть. Как говорил Ёжик. Сначала нужно просто понять игру. Так, ну, а что? Сейчас может быть в касание. Да! Ну, вот это красиво. И празднование какое-нибудь. Суарес. Опа! Так, я нажал что-то, да? Ладно. Попробуем другое. Здесь мы знаем, есть празднование. Снять можно футболку, насколько я понимаю. Сейчас мы попробуем и это празднование сделать. Удар слева. Красивый. И прыжок в Миньоле. Очень такой яркий, эффектный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, перекладина. Ага. Оп, финты. Неплохо. Я кучу раз уже повторял. Конкурент Фифе обязательно нужен. За счет этого Фифа будет становиться лучше. Уж если вы действительно серьезный поклонник Фифы, то вы это должны понимать. Дальний удар. Сейф какой. Ой-ой-ой. И тут добивание не совсем точное. Единственное, знаете, какой нюанс. Вот эти вот типа беговые дорожки по краям, мне кажется, накомпнул там все в газоне. И мелкую подачу. Но Суареса через себя. Мяч остается у Иньеста. И еще одна подача. Неймар головой, но не точно. Так, но по поводу выноса. Я уже в прошлый раз выражал свое восхищение тем, что классно сделан вынос мяча. Вот мне видно все поле. Куда, кому дать, передать. Близкие повторы. Классные повторы. Лучше повторы в Песе, чем в Фифе. Сто процентов. Многие писали под прошлым видео, что повторы надоедают в проеволюционном сокере. Они слишком долгие. Ну, смею не согласиться, друзья. Для этого вы их можете просто выключить. Но когда в Фифе нам показывают только повтор касания последнего и мяч залетает в ворота, это тоже не совсем правильно. Ну и еще один нюанс. Это отключение повторов на старт. Настолько это неудобно. Настолько это как-то по-дендевски, что ли. К этому уже давно все привыкли. Момент, ух ты, наверное. Да ладно, я думал гол. Нет, Ливерпуль все-таки не смог забить. Ну, давайте забарушим. Ко мне сейчас подключатся еще какие-то люди. Три нас человека. Я только вот забирюзовываю. Ну, прикольно, прикольно. И забросик, сдавай на Ройса. Ах, чуть-чуть. Хорошо, отбор, ребят, ну как так? Ну, это не мой гол. Че? А, вот так вот, неплохо. И подача забивает, да ладно. Хорошо, давай-давай-давай, сюда, на Абубе. Ой, Абубе через себя, но... Не совсем точный удар. И давай, вот сюда, хорошо. Пошли, 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 разгоняй. Давай, давай мне сюда, давай. Вот, красавец. И Абубе забить! Вабончик забивает, друзья. А как отпраздновать? Опять я забыл отпраздновать гол. А вот знаете, я в FIFA в коп-сезоны вообще не играю. Когда-то один раз там парочку, может быть, пробовал. Но сейчас... А ну-ка прострел! Ах, кто там за Абумиянга? Почему ты стоишь на одном месте? Вот, вот так вот, вот так вот. Дембеле против... Ах! Не совсем точно. Да-да-да, вот так вот, вот так его надо хавать и... Ну что со мной не пошел? Я бы дал тебе передачу, дружище. Ай! Ну почему он не пошел со мной? Ну, смотрите, просто. Вот похавали. И почему ты здесь, розовый, не побежал со мной? А Абумиянг не попадает в дальний угол. И опять Абумиянгу можно... Можно! Да почему же он не ударил? А сейчас, а сейчас забьет! Дубль вагончик делает, друзья. И дубль делает Абумиянг. Ах! Круто, круто! Классная борьба. Как будто, знаете, это прям... Важнейший, наиважнейший матч. Хороший удар. Ну, вот Ханданович дотягивается. Столько всего мы такого видели. Хорошая передача! Просто великолепная на Ройса. Открывается Абумиянг. Ну, здесь защитник поставил ногу. Все, друзья, мы выиграли. И в коп-сезонах мы тоже победили. Две победы за сегодняшнее видео. Я думаю, это заслуживает лайка. Ну и поклонники ПЭС. Я вас поздравляю. Поздравляю. Я видел игру в прошлом году. Мало в нее играл. Но мне кажется, вот она действительно лучше. Вот на данный момент у меня практически нет претензий. Ну, кроме стандартных, нет лицензий и все остальное. Но, как вы знаете, для поклонников ПЭСа это не проблема. Вы сейчас должны подписаться на канал, если еще этого не сделали. Поставить лайк. Подписаться в группу ВКонтакте, чтобы знать, когда что выйдет. Нажмите этот колокольчик, друзья. До скорых встреч. Увидимся в новом сезоне про Evolution Soccer в том числе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok